23 ноября состоялась 40-я сессия собрания депутатов, на которой приняли ряд важных решений для Ненецкого округа. Основная тема обсуждения – бюджет региона на текущий год и плановый период 2022-2023 годов. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. На сессии были приняты поправки в окружной бюджет на 2021 год. Общий объём доходов на 2021 год увеличится на 3,2 миллиарда рублей и в составе 27,68 миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на строительство автодороги на Ринмарусинск, на выкуп жилья из ветхого и аварийного фонда, на субсидии по перевозке воздушным и водным транспортом, для сельхозтоваропроизводителей, а также в сфере ЖКХ. Дополнительно профинансируют возмещение затрат по коммунальным услугам для медучреждений и образовательных организаций, на меры по предотвращению распространения коронавируса на территории округа, ежемесячные выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребёнка и ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В бюджете предусмотрено 152 миллиона, это на предоставление субсидий по аварийному жилью, и в основном там коснется жителей посёлка Искатель, это около 50 человек. Затем по строительству жилья по программе 30 на 70, это то, что касается жилья на селе, и это где-то будет около 20 миллионов. Затем более 100 миллионов предусмотрено для многодетных семей для получения субсидий по земельным участкам. Помимо поправок в бюджет текущего года, были рассмотрены основные параметры проекта главного финансового документа округа на следующие три года. Так, расходы окружного бюджета в 2022 году запланированы в размере 24,5 миллиарда рублей. Доходы составят 22,4 миллиарда рублей. Бюджетные инвестиции на 2022 год предусмотрены в размере 4,8 миллиарда рублей. Из них средства федерального бюджета – 3,4 миллиарда рублей. Объем финансирования с проектов на 2022 год составил 4,568,000,000 рублей. В том числе 4,4 миллиарда – это федеральные средства. Остальные средства – это средства окружного бюджета. Так вот, 88% мы как раз будем получать из федерального средства. Это очень важно. Я обращаю на это внимание, потому что мы всегда старались, чтобы соотношение софинансирования было больше федерального, нежели окружные по нас проекты. Это сделано для того, чтобы у округа были средства на решение социальных, строительных, инвестиционных и других вопросов. Социальные выплаты на 2022 год предусмотрены в полном объеме. Во время сессии депутаты рассмотрели изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Так, с января 2022 года изменены условия предоставления единовременной компенсационной выплаты на подготовку детей к школе для многодетных семей. В частности, установлен фиксированный размер выплаты – 9 тысяч рублей на каждого ребенка. А также исключен компенсационный характер выплаты. То есть, многодетным семьям округа не нужно будет подтверждать свои расходы на подготовку детей к учебному году. Данную тенденцию надо продолжать. Можно рассмотреть и другие какие-то инициативы, которые положительно скажутся на многодетных и незащищенных своих населениях. Единственный такой нюанс – хотелось бы обратиться к жителям, к многодетным родителям, чтобы не было злоупотреблений в данном направлении. Также в ходе сессии была одобрена кандидатура Татьяны Лагвиненко на должность заместителя губернатора Ненинского округа и согласованы кандидатуру для назначения членами избирательной комиссии Ненинского автономного округа с правом решающего голоса. Елизавета Кабанова, Леонид Шишилов, Телеканал «Север».